всех приветствую это канал александр play викинг музыки и сегодня мы с вами продолжаем плейлист база техники и теории сегодня мы с вами поставим простейшую задачу как играть короткие арпеджио на баяне еще раз я это хочу повторить без лишних слов в новом оформлении в новом качестве все чтобы у нас было в едином месте но по этой теме у меня уже были уроки но это было три года назад уж не все их и найти могут как я смотрю бывает иногда мне подписчики пишут александр увидели твой урок номер один это помните как сидеть с баяном самое первое видео какое загрузил на youtube вот а где урок номер два я не понимаю у меня у меня уже по моему чуть ли не 350 или сколько видео все можно посмотреть сотни уроков по баяну по разным темам развлекательные видео все смотрите изучите как пользоваться ютубом и все у вас будет хорошо так сказать грамм громадный канал у меня огромный вам всю жизнь хватит изучать и мы двигаемся дальше двигаемся дальше короткий арпеджио мы с вами знаем что у нас есть давайте мажорные арпеджио изучим сначала мы все знаем что у нас есть мажорные трезвучие когда сразу три звука самая простейшая это до мажор доме соль чит весело звучит весело здесь у нас есть этот аккорд до мажор что такое арпеджио арпеджио это определенный способ передвижения по звукам именно аккорда то есть как вот двигаться по этим звукам доме соль там по всей клавиатуре как вот это исторические сложилось так сказать как вот смотрите ставим простейшую задачу короткий арпеджио до мажор простейшая задача это когда мы будем их играть в пределах ну тут получается уже как две октавы в пределах двух октав можете отсюда начать с первой октавы или можете отсюда давайте отсюда начнем смотрите показываю каким образом играются короткий арпеджио внимательно смотрите значит нотки давайте сначала просто нотки покажу многие не могут вот понять почему как вам объяснить еще не знаю смотрите сначала играете до соль до потом нужно играть ми соль до ми потом дальше соль до ми соль а дальше до ми соль потом назад ми и разворачивайтесь до соль ми до соль ми до соль ми и тут конец будет до соль ми соль до понимаете вот такую последовательность вы должны как-то вот осознать запомнить естественно одним пальцем это все не надо играть играет со всеми пальцами ну вот четырьмя вот этими просто по порядку смотрите до ми соль до дальше второй палец нами уже переходит ми соль до ми дальше на соль соль до ми соль а дальше нам нужно развернуться назад потому что мы простейшую задачу ставим только вот в этом пределе не дальше не ходим смотрите до ми соль потом назад ми а потом пятым пальчиком играем до и идем назад соль ми до соль ми до соль ми до соль ми и еще в конце нужен разворот то есть смотрите как до соль ми и еще соль до то есть не просто вот так закончить а это вообще принято это удобно играть виртуозно хорошо ложится на слух все логично по форме так сказать и по содержанию о как и смотрите что у вас получится смотрите что у вас получится послушайте просто на слух главный микрофон не сшибить послушайте просто на слух слухачи послушайте вот понимаете вы должны именно вот так и сыграть то есть эту цепочку ну запомнить несложно вы просто должны понимать вы просто должны понимать что вы можете двигаться вперед по арпеджио вперед в атаках наматывать можно и дальше пойти но это уже будет более сложная задача вот я вперед двигаюсь просто тупо вперед двигаюсь могу двигаться назад хоть откуда понимаете это в движение назад и есть еще два элемента конец и и окончания вот смотрите мы здесь еще с вами играем и вас дос companions to do me а дальше а танго вот это разворот пошли назад прошли назад и вот это окончание они разворот Nu же окончание они уже отличаются просто от движения только вперед или только назад понимаете то есть вот вы должны понимать как идти вперед как идти назад как как развернуться при хадьбе как бы вперед чтобы пойти назад и как закончить если вы уже пришли уже окончательно все сыграли понимаете вот это вы должны понять это несложно вот значит простейшая задача как с когда вы поиграете помучитесь вы должны потом еще подключить мех в определенном ну порядку по определенному принципу его менять смотрите начинаете играть на разжим играйте легато играйте на разжим а дальше вот до сюда до играли и вот эту нотку до ее уже надо опана на сжим сыграть смена меха именно в этом месте и таким образом решение правильное вот простейшая задача одной рукой будет выглядеть следующим образом смене меха конечно легато немножко разорвется все равно идеально не вы не сможете то что там это так ну с физикой баяна что ли связано но это можно делать гамма-хорпер же а что поделать иначе вот это простейшая задача дальше вы должны подключить левую руку смотрите ставим третий палец на выделенный бас до наш знаменитый выделенный бас до четвертый палец ставим на вспомогательный ряд напротив баса до у нас бас ми у меня есть видео посмотрите как найти бас который напротив как он называется все объясняю но там и напротив баса до большая терция просто вверх доме и тут доме или торцовый тон до мажора ладно не буду сейчас грузить этим дальше поехали второй палец ставлю на нотку соль на бас соль который выше выше баса до по основному ряду басов если двигаться вверх вот у меня получается вот этот треугольничек бывает не в произведениях даже вот так надо сразу три баса играть вот и вы должны на каждую из четырех нот вот вот идет сначала 4 ноты 1 2 4 вот на первую нужно играть бас то есть до нужно играть вместе с басом до обратите внимание бас не такой короткий понятно да то есть короткий бас до вместе с до дальше ми соль до дальше второй палец должен играть ноту ми и бас будет ми четвертым пальцем сыграли ага соединили дальше играем нотку соль и там соль слева отлично дальше дальше до вторым а тут мизинцем будет до и слева тоже до опять до дальше мизинец что играет соль значит там соль ага соединили дальше мизинец играет не значит там до последнюю последнюю протянем протянем вот и вы вот так вот порассуждаете порассуждаете в итоге соедините у вас получится следующим образом ну то есть на каждую из четырех как бы бас 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 где говорю бас тот бас который вот данный момент какая нота вправо и у вас получится вот следующим образом решение задачи уже двумя руками с учетом ведения меха ну направление ведения меха поехали смотрим решение вот простейшая задача дальше в эту задачу распространяете уже на большее число октав ну вообще конечно надо играть на четыре ну я не знаю если хотите можете конечно и на три попробовать давайте попробуем что из этого получится уже когда большее число октав предполагается что вы будете играть быстрее уже на автомате что-то как-то по форме мне не нравится если честно я на три так не играл я играл на четыре вот сразу ну сразу же начался такой уже сконечный конечная задача это все-таки на четыре вот и когда вы играете уже более быстро вам все равно придется делать вторым пальчиком небольшой замах то есть не так играть как-то закрепощено а а когда назад идете то пятый пальчик делает замах замахиваете и ударяете кистью то есть рука постоянно вот в таком движении она как бы не такая вот должна быть то есть и вот тем более не такая потому что нам надо локоть поднимать чуть выше чтобы вес локтя распространять на клавишу а так веса не будет вот я так даже я не могу так играть я пытаюсь а где вес я не чувствую поэтому надо поднять пока вот он вес появился романько про это хорошо говорит как штрих получить как весом пользоваться вот то есть вес и значит обратно у вас вот такие замахи и рука то есть не на месте стоит это неудобно играть а мне охота рукой вот делать вот на это в общем такая адская штука конечно прикольная которую можно играть очень быстро тренироваться ну давайте покажу вам на скорость конце коротко сыграл да ну можно коротко по концепте хотите вот то есть это вот это очень такая прикольная задачка я когда первый раз их увидел я гонял мне так нравилось сейчас тоже нравится вот это такие вот мажорные арпеджио вот можете еще другими штрихами проиграть еще можете стаката поиграть в конце можете протянуть ну выберите себе как будете в конце коротко или тянуть пожалуйста вот можете придумать вот такие штрихи 2 легато 2 стаката смотрите и наоборот 2 стаката 2 легато вас пальчики то точно уже на место встанут вот таким образом дальше теперь арпеджио еще нужно играть соль мажорные от второго ряда ну такой же точно принцип такой же точно штампик очень просто сразу в готовом виде покажу простейшую задачу не торопитесь имейте ввиду если у вас чувство ритма не очень или если вы совсем уж начинающий часами под метроном сидеть началась так не получится как у меня я раньше часами под метроном сидел часами днями и ночами и уже конечную задачу покажу вот и можете такие же манипуляции делать и соль мажорными арпеджио это от второго ряда от третьего ряда самые простые это ну фа мажор фа мажор фа ля до по белым но они имеется ввиду что только белые в этом плане простые но вообще не от третьего ряда они самые зубодробительные то есть это даже играть то не совсем безопасно если бы мы играли не от третьего ряда от четвертого вот здесь мы бы тогда играли точно по такому штампику как и до мажор и соль мажор то есть эти ряд к в этом плане помогает помогает и вы можете попробовать вот так вот это можно но вы должны знать еще и от третьего ряда я не знаю может быть в будущем человечество и откажется от этого как бы я в принципе то я не против но тем не менее я вам обязан показать и не у всех есть пяти рядный баян и вы тогда без пяти рядки так не сыграете уже и только на пяти рядки так можно вот тоже по такому же принципу поля до и так далее но поскольку тут штампик не такой а такой то пальцы будут изгибаться и будет это не просто показываю решение значит простейшая задача пострите на мои пальцы это только кажется что просто попробуйте у вас так пальцы в узел завяжутся вот осторожнее с этим я уже это давно играю вот и более сложная задача решается значит вот таким образом на все октавы я как бы чувствую как мне свободнее рука сама как-то движется я даже эти движения анализировал есть пианист один прикольный он прямо досконально так анализирует все движения при игре вот а я просто играю если у меня нормально то я даже об этом и не задумываюсь какие тут движения но какие-то движения действительно на рука осуществляет можно и быстро попробовать весело это конечно все весело да но нужно уже постихонечку переходить просто так сказать детского баловства виртуозности переходить на что-то действительно созидательное серьезно но вот эта база техники это все хорошо это я в мир детства возвращаюсь в мир веселых так сказать побегушек по арпеджо это все понятно это должен уметь каждый но что справитесь я надеюсь справитесь с вами был александр play викинг музыки увидимся на следующем видео всем пока я исчезаю осторожнее сарпеджио от третьего ряда чтоб у вас руки не заклинило всем пока